МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как пишет журнал Тайм, посвятивший этой теме большую статью, предчувствуя победу Дональда Трампа на президентских выборах, люди в окружении президента Зеленского в течение последних месяцев встроили предположение, чем может обернуться для их страны возвращение в Белой дом Трампа. Они пришли к выводу, что ближайший год не обещает ничего хорошего для Украины. Трамп, скорее всего, урежет помощь Киеву и попытается подтолкнуть украинцев к заключению невыгодного для них мира с Москвой. Однако они склонны видеть свет в конце тоннеля, надеясь на то, что практичный Трамп поймет, что с путинской Россией договариваться невозможно и рано или поздно сделает ставку на победу Украины. Отказ Джо Байдена от номинаций в президенты и рост шансов Камалы Харрис в борьбе за президентство едва ли прибавил оптимизма в Киеве, поскольку, как утверждает Тайм, несмотря на ее несколько встреч с Зеленским, их отношения остаются формальными, если не холодными, поскольку Харрис в роли представителя президента Байдена за неделю до российского вторжения в Украину отказала Зеленскому в его просьбах выделить оружие и ввести упреждающие санкции против Москвы. В Киеве заметили и то, что Харрис, в отличие, например, от госсекретаря США и министра обороны, не посетила столицу Украины после начала войны. Тем не менее, кто из двух кандидатов может оказаться более надежным союзником Украины и, соответственно, противником Кремля? Джошуа Бернстин не сомневается в том, что это Камала Харрис, поскольку послужной список Трампа не дают никаких натежд на то, что политика администрации Трампа будет проукраинской. Я бы сказал, что предсказать, как может выглядеть политика администрации Трампа попросту невозможно. Многие из видных республиканцев, работавших в администрации Трампа, переменили к нему отношения, превратились в его критиков. Например, Джон Болтон, консервативный республиканский деятель с традиционными для республиканцев взглядами на международные отношения, работавший в администрациях Буша-старшего, Буша-младшего, служивший советником по вопросам национальной безопасности Дональда Трампа, утверждает, что Трамп непредсказуем, что у него нет четкого представления о том, что такое система международной безопасности. В своих мемуарах он рассказывает о том, что, по его мнению, Трамп был готов в 2018 году отказаться от членства Соединенных Штатов в НАТО, негодуя по поводу того, что страны НАТО заставляют США платить за их оборону. После появления мемуаров Болтона Трамп обрушился на него с оскорблениями, что для Дональда Трампа является естественной реакцией в подобных случаях. Трамп, что называется, сжег мосты в отношениях со многими людьми в республиканском истеблишменте. Поэтому мне трудно представить, кто из заметных профессионалов в области международных отношений будет готов работать в администрации Трампа. Вместе с тем сторонники Трампа предлагают совершенно иную трактовку его внешней политики. Например, бывшая сотрудница американской разведки Ребекка Кофлер напоминает, что именно Трамп дал добро на проведение наступательных киберопераций против России, чего не решался делать Барак Обама. Трамп дал указание разработать крылатую ракету с ядерным зарядом малой мощности как прямой ответ на ядерную стратегию Путина. В президентство Трампа американские войска в Сирии уничтожили подразделения наемников из группы Вагнера. Мало того, именно администрация Трампа предоставила Украине боевое оружие противотанковые ракеты «Джавелин». По мнению Джошуа Бернстина, все это не дает оснований украинцам для надежд. Да, Трамп хвастал, что он предоставил Украине оружие в то время, как Обама отказывался это сделать. Но это было давно, задолго до российского вторжения в Украину. После вторжения Трамп сделал немало словесных реверансов в адрес Путина, Орбана и других так называемых сильных лидеров, которые вызывают его симпатию. Вспомним хотя бы его реплику о том, что США не выступят в защиту стран НАТО, не расходующих на оборону 2% бюджета. Во время дебатов с Байденом он сказал, что так называемый «мирный план Путина», предусматривающий аннексию значительной части территории Украины, неприемлем. Но учитывая то, что мы знаем о Трампе, его высказывания, сделанные в течение многих лет, можно предположить, что он будет готов подтолкнуть Украину к заключению некоего соглашения с Россией на благоприятных для Кремля условиях, ради того, чтобы выступить в роли миротворца, собственно, на любых условиях, которые помогут ему выставить себя в выгодном свете. Я не думаю, что он привержен идее защиты суверенитета Украины. Вспомним, что в конце президентства Трамп был подвергнут импичменту за попытку придержать выделение пакета военной помощи Украине, требуя от Зеленского начать расследование деловых связей Хантера Байдена в надежде дискредитировать своего соперника в борьбе за президентство Джо Байдена. Можно предположить, что эта история не добавила теплоты в отношениях Трампа и Зеленского, и Трамп попросту скажет, это лучшее, чего можно добиться в данной ситуации, мир выиграет в результате прекращения этой войны. От администрации Камалы Харрис, как говорит Джушуа Бернстин, можно ожидать продолжения стратегии Байдена. Я предполагаю, что она сделает ставку на людей, принадлежащих к демократическому истеблишменту, то есть тех, кто выступает за укрепление НАТО, поддержку Украины, антипутинцев, готовых противостоять агрессивной России. Харрис, на мой взгляд, является представителем именно этого, крыла демократической партии. Я ожидаю, что она будет действовать в рамках украинской стратегии администрации Байдена. При этом, как мне кажется, остается безответным вопрос, будет ли способна ее администрация обеспечить вместе с нашими союзниками достаточный уровень поддержки Украины, чтобы лишить Путина надежд на то, что со временем уставший от войны Запад вынудит Киев пойти на соглашение с ним, чтобы заставить Путина приступить к переговорам о мире. Пока в Конгрессе больше половины законодателей из обеих партий продолжают выступать за предоставление помощи Украине. Большинство американцев выступает за помощь. Я думаю, что администрация Харрис продолжит нынешнюю стратегию поддержки Украины. Но эта поддержка едва ли будет бесконечной. Вне зависимости от того, кто придет в будущем году в Белый дом, в конце концов будет поднят вопрос о поиске мирного соглашения, считает Джошу Бернстин. Я не думаю, что Путин согласится вывести войска со всех оккупированных ныне территорий. Наверняка он не согласится уйти из Крыма. У Путина есть свой электорат, своя аудитория, в глазах которой он не может выглядеть потерпевшим поражения. Российская армия несет огромные потери на поле боя. Россия расплачивается за войну инфляцией, статусом международного изгоя. Путину необходимо показать населению, что эти жертвы не напрасны. В свою очередь, Трамп, обещавший положить конец этой войне после прихода в Белый дом, не может выставить себя в роли успешного посредника, не добившись уступок от Кремля. Ситуация кажется неразрешимой, но в этом контексте вспоминается ситуация после победы Дуайта Энзенхаура на президентских выборах 1952 года. Вскоре после победы, еще до инаугурации, он посетил Корею, чтобы попытаться понять, как можно завершить войну, которая в тот момент превратилась в позиционную войну. Через несколько месяцев было подписано соглашение о прекращении огня. Может быть, и в Украине удастся прекратить войну, отложив заключение мирного соглашения на будущее. Эрик Ширяев, анализируя информацию о советниках Харрис по внешнеполитическим вопросам, согласен с тем, что ее администрация, скорее всего, что называется, унаследует украинскую стратегию Джо Байдена. Конкретные сведения только основаны на рассуждении людей, которые считают, что они знают, что происходит. Поэтому, как говорится, это разговоры пока. Но разговоры достаточно компетентные. Скорее всего, если, конечно, не будет огромных изменений у команды Харрис, Филипп Гордон будет, наверное, один из управляющих по сбору команды нынешнего вице-президента Харрис. Сам Филипп Гордон человек, который уже сезонный политик с докторской степенью из Джонс Хопкинс и побывал во всех администрациях демократов за последнее время на достаточно влиятельных позициях. И вот он служил и служит ее советником по администрации и безопасности. И судя по его высказываниям в прошлом, политика изменяться коренным образом не будет. Это будет продолжение обамовской, байденской политики, но уже с какими-то элементами Харрис, которые мы сегодня сказать не можем. То есть это будет прежде всего упор на сотрудничество с Европой прежде всего, согласованная политика с европейскими союзниками. Существенных поворотов в вопросе войны в Украине не будет. Вот судя по тому, что Гордон говорил и что он предлагает сегодня. Но скажу сразу, что все наши планы, которые рациональны, они все разбиваются на реальности. Предположим, я угадал точно, кто будет министром обороны, кто будет госсекретарем и тому подобное. А демократы не выиграют большинство в Конгрессе и в Сенате. То есть проиграют в Сенат и останутся в меньшинстве в Палате представителей. Тем самым все самые важные бюджетные решения по той же Украине, по Тайвану, по тем же вооруженным силам и по национальной безопасности США. Все решения не станут решением президента. Эрик, что можно сказать о людях, которые могут заниматься внешнеполитическими вопросами в случае прихода Трампа в Белый Дум? Трамп, скорее всего, будет узконаправленным и, скорее всего, будет ориентироваться на свою семью. Не удивлюсь, членов его семьи получат должность советника, которая будет более мощная, более влиятельная, чем любая должность, будь то госсекретарь, будь то министр обороны. Ну а что известно о тех из советников Трампа, кто может занять эти должности, их взглядах в отношении Украины? С моей точки зрения, чаще всего упоминается имя Элдрижа Колби, который уже служил на разных постах у республиканцев, хорошо образованный человек, Гарвард Йейл, молодой очень и с хорошими связями в политике. У него дед служил директором ЦРУ, ни больше, ни меньше. То есть человек вырос в этой среде и поработал в этой среде. Будет ли он поставлен на оборону, будет ли он в внешней политике, это посмотрим. Либо будет советником по национальной безопасности. Но какую-то роль наверняка он играть будет в администрации Трампа, если Трамп изберется. Гринелл, второе имя, человек, который тоже, так сказать, имеет опыт работы в московиканской администрации и так же, как и Колби, известен своим взглядом внешнюю политику, которая утверждает приоритет американских оборонных интересов прежде всего. Американская безопасность превыше всего. Китай противник номер один. Без усиления нашей военной мощи во всех направлениях и в частности в Тихом океане мы не можем говорить об изменении международных отношений в пользу США. И если эти приоритеты будут поставлены во голову угла, то другие проблемы Украина, Ближний Восток, они уже не то, что отойдут на второй план, но они будут решаемы. Потому что Америка будет разговаривать с позицией силы, а значит с позицией мира. Интересно, что критики Трампа, говоря о примиренческих настроениях республиканского кандидата в отношении Путина, забывают о его призывах к увеличению оборонных расходов, что может косвенно помочь в Украине. Прежде всего усиление оборонной мощности США, для этого необходимы средства, для этого необходим Конгресс. Если Трамп изберется и Палата представителей и Сенат будет на его стороне, то тогда эти планы будут осуществимы. Если же нет, то тогда планы будут буксовать. Мы должны, республиканцы говорят, поставить американские интересы выше всего. Это не означает, что Украина не должна получать помощь. Украина должна получать помощь после того, как Соединенные Штаты укрепят свои вооруженные силы или одновременно с этим. Разговаривать о том, что увязать помощь Украине с ростом бюджета на военные расходы в США. Вспомним так называемые «Звездные войны», стратегическую оборонную инициативу Рейгана. Ведь голоса против этой программы были оглушительные в Америке. И демократы, и даже сейчас республиканцы слишком дорого, слишком рискованно, должны провоцировать Советский Союз. Мы их только спровоцируем. Рейган сказал, «Который нас защитит», а потом с позиции силы будем переговариваться дальше. К этому Трамп возвращается. Посмотрим опять-таки дебаты в Сенате. Ведь не категорическое отрицание помощи Украине, а привязывание помощи Украине с увеличением бюджета на новейшее вооружение и так далее. То есть, Эрик, в действительности, с вашей точки зрения, у окружения Трампа существует украинская стратегия, которая является фрагментом общей стратегии безопасности? Такие взгляды есть. Как Колби любит говорить, «Китаю» — это его стратегия. Использую выражение «bleeding us to death». То есть, там должно быть кровоиспускание с Запада состояться. Кровь Запада и деньги, и силы, средства будут тратиться, Китай будет только радоваться. Поэтому нужно сосредоточиться на Тихоокеанском побережье, нужно помогать Тайваню, Корее и Японии за счет их мобилизации и опять-таки значительного укрепления американского военного бюджета и присутствия американского в Тихом океане. Вот этого Сизипин боится. А что касается Украины, этот конфликт должен решиться в пользу Украины. Но как это будет решаться, это должны делать союзники вместе с Америкой. Но первое — укрепление безопасности и перенос центра политики в сторону Тихого океана и особенно Китая. Вот это как раз Китай не хочет видеть. Поэтому как раз вот там вот можно найти пункты, по которым Китай может быть каким-то образом пойдет на уступки. Я просто уже сбегаю вперед. Мы вернемся к разговору с Эриком Ширяевым и Максимом Матусевичем. Оставайтесь с нами. Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры Радио Свободы, бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Ваилон Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика Кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, в Спотифай и в Телеграм-канале студия подкастов Радио Свобода. Подкаст «Тейбл Ток» с Александром Геннисом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Геннис – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Тейбл Ток» на YouTube-канале Радио Свобода. Ведущий Иван Толстой. Это Юрий Жигалкмин с подкастом «Американские вопросы». Харрис или Трамп? Кто может стать реальным союзником Украины? Мои сегодняшние собеседники Джошуа Рубинстин, Эрик Ширяев и Максим Тусевич. В последнее время появилась информация о якобы двух планах действий в отношении Украины, вынашиваемых в окружении Трампа. Одним предусматривается выдвижение ультиматумов Украине и России с требованием договориться о мире. Другим масштабная помощь Украине, новые санкции против России и укрепление НАТО. Казалось бы, совершенно противоположная идея. Что вы думаете об этой информации? Было бы странно, если бы этих планов не было бы. Было бы странно. И в внешней политике планы разрабатываются годами. И президенты приходят к власти и уже планы, которые они получают, уже разрабатывались в предыдущей администрации и до них еще. Планы, конечно, эти есть уже. Но кто является вбросом? Является ли это просто щекотанием нервов или реальный план? Никто из политиков не будет о реальных планах говорить, если это не нужно. Щука в море, чтобы в карась не дремал. Планы всегда есть. Могут быть три или четыре, которые будут другу противоречить. Какое из них будет принято, будет известно на будущий год. Если я вас правильно понимаю, вы считаете, что Украина может рассчитывать на продолжение американской помощи в случае прихода в Белый дом и Камалы Харрис, и Дональда Трампа? Дьявол, как говорят американцы, лишь в деталях. Ни Трамп, ни Байден, ни Харрис, кто бы там ни был президентом, не может запретить помощь в этой стране. Это же не царь, ни Бог, ни Путин. Это Конгресс, это Сенат. А в такие решения просто-напросто взять и отменить помощь не проходит и не пройдет. Это сложный политический процесс, это сильна демократия. А настроения в поддержку Украины сильны по разным причинам. И одна из них, поэтому есть серьезная база у демократов, которая поддерживает Украину, это либеральные ценности и ненависть к авторитарным режимам. Вопрос только в том, будет ли это помощь сознательная, с воодушевлением, с инициативой, или это помощь, вынужденная помощь, компромисс, внутренний компромисс. Вот такая разница в этом и будет. То, что помощь будет оказываться, это неизбежно. И общественное мнение в Америке, хотя оно флуктурируется, тем не менее, смотрим опрос общественного мнения, примерно 60% поддержка Украины, 30% прохладные отношения, 10% те, которые отношения не имеют или просто не знают, что такое Украина. Ну, это солидное, солидное. Эрик, отвлекусь от нашей темы. У вас есть предположения, у кого предпочтительные шансы на победу на этих президентских выборах, Харрис или Трампа? Примерно 30% избирателей будут голосовать за демократов, скажем так, 30% за республиканцев. 30% голосовать не будут вообще. Мы сегодня говорим о 10% американцев, которые имеют право голосовать, которые сейчас колеблются. И поэтому здесь факторы первые, это, конечно, важные решения, прежде всего, по поводу инфляции, по поводу бизнеса, по поводу иммиграции. Может послужить солидным толчком и поддержать его на выборах. Личностные факторы. Посмотрим, как Харрис продержится, будет ли она воспринимана, как женщина, которая может вести страну вперед. Второй фактор, это, как сказать, идентичность. И третий, внешнеполитические факторы. Любой кризис международный, который создаст чувство тревожности, опасности в глазах многих американцев, потребует лидера, который более тверд. Будет ли Трамп, либо Харрис, здесь тоже сказать сложно. Трамп действительно показал себя как солидный политик, тем не менее очень нестабильный. Харрис не показался как политик. Мы еще не оценили ее стабильность в принятии решений, особенно во время кризиса. Она не была испытана кризисом пока еще ни разу. Максим Матусевич согласен с моими собеседниками в том, что касается возможной украинской стратегии администрации Камалы Харрис. Ну, мне кажется, Харрис, скорее всего, будет продолжать, видимо, линию Байдена помощи Украине. Пока нет никаких оснований предполагать, что она курс поменяет. То есть она все эти три с половиной года, вообще практически во всем, что касалось внешней политики, с небольшим исключением Израиля, она придерживалась очень четко линии своего босса, то есть Байдена. С Трампом ситуация более сложная, на мой взгляд, потому что, если мы послушаем риторику, которая выходит из вот этого лагеря трампистов, так называемых, то есть это правые изоляционисты, она очень антиукраинская. И вот я приведу пример того, что говорит сын Трампа, Дон-младший, который, судя по всему, является близким советником отца, он просто активно антиукраинский, то есть до эпатажа, он в социальных сетях распространяет концепологические слухи по поводу коррупции в Украине, по поводу якобы покупок яхт самолетов и дорогих машин Зеленскими его семьей, то есть он активно открыто эпатажно антиукраинский. Теперь как бы у нас есть на сцене новый персонаж, это кандидат вице-президента Джей Ди Вэнс, он тоже настроен очень антиукраинский, он постоянно говорит о том, что хватит помогать, хватит кормить, это не наша война, то есть если исходить из риторики, конечно, вот эта часть республиканской партии, та часть, которая близка к таким правым трампистам, изоляционистам, она достаточно антиукраинская. Что касается демократов, если, скажем, Харрис побеждает на выборах, то мне кажется, скорее всего, она все-таки будет продолжать курс байденовский, хотя она, судя по всему, немножко ближе к левому крылу демократической партии, которая к Украине тоже относится, я бы сказал, без особой симпатии. Максим, исходя из информации, которой мы сегодня располагаем, настроение в окружении обоих кандидатов президента, как вы думаете, можно делать реалистичные выводы о том, как будет выглядеть в будущем американская помощь Украине. Может она, скажем, прерваться? Как всегда, в Америке все очень зависит от состояния американской экономики. Мы знаем, что помощь Украине, если удалиться от лозунгов, а посмотреть как бы на конкретику, на то, сколько денег туда идет, составляет относительно небольшую часть американского бюджета и даже небольшую часть бюджета Пентагона, скажем, за прошлый год, 5% бюджета, который в целом 800 миллиардов долларов. То есть это не такие большие вложения, чтобы, честно говоря, американский налогоплательщик на себе это как-то почувствовал. Скажем так, если тенденции экономические продолжают быть здоровыми, а пока они более-менее неплохие, инфляция спала, безработицы на очень низком уровне, Америка снова производит то, что раньше закупала в Китае, то есть тенденция в этом плане положительная. То есть если вот эта положительная тенденция в американской экономике продлится, то сложнее будет аргументировать, скажем, противником помощи Украины, объяснять населению, что вот как бы мы тратим последние центы на помощь непонятно кому. Сегодня ситуация достаточно здоровая, поэтому если, на мой взгляд, придут демократы и неожиданно не упадет рынок, не начнет опять расти инфляция, то в общем-то народ даже не заметит вот этой помощи Украине. В ситуации, как я уже говорил, экономического кризиса, который тоже всегда может произойти, все это может резко поменяться. Как вы думаете, может вопрос помощи Украине стать важным сюжетом американской предвыборной кампании? Демократы и президент Байден нередко в прошлом критиковали Трампа за то, что он, по их словам, потакает диктатору Путину, вторгшемуся в Украину. Этот тезис довольно четко звучал в выступлениях президента Байдена, например, который постоянно подчеркивает, что помощь Украине в отражении агрессии это важный фрагмент глобального противостояния авторитарным силам, угрожающим западным демократиям. Мне почему-то кажется, что это не будет играть большой роли, опять же, по той же самой причине, что экономика, в общем-то, находится в довольно здоровом состоянии. Я думаю, у американцев будет меньше оснований обращать внимание на заграницу, так сказать. Тут есть другой момент, на мой взгляд, что проблему можно создать. И проблему могут создать те сегменты партии, это может произойти и происходит и среди демократов, и среди республиканцев, которые заинтересованы в том, чтобы нагнетать страсти для продвижения своей адженды. Вот я объясню, например, то, что происходит в последнее время, последний год, особенно в демократической партии. То есть, есть такое левое крыло, которое, скажем так, очень антиизраильское, оно настроено после 7 октября, после этих страшных убийств хамасовских, террористических. Возник такое очень громкое, очень, я бы сказал, эпатажное движение с левой стороны против помощи Израилю, осуждения Израиля. И эта тема начала очень муссироваться, очень продвигаться, и начались протесты на кампусах, как вы, наверное, помните. И то есть, создалась такая иллюзия, мне кажется, это иллюзия того, что в стране, действительно, особенно внутри демократической партии, происходит такой вот антиимпериалистический, антиколониальный переворот. И жертвой его станет Израиль. Но сейчас мы видим, как мне кажется, что, в общем-то, это небольшое меньшинство внутри демократической партии. И эти люди, как ни странно, их взгляды в чем-то пересекаются, перехлящиваются со взглядами людей с правой стороны республиканской партии. Люди, которые считают, что нужно распускать НАТО, люди, которые считают, что не нужно никому помогать, что Украина, пускай сама, плывет дальше, и даже, что хватит помогать Израилю. Вот мне кажется, внутри демократической партии это все-таки небольшое меньшинство. Мы знаем имена членов Конгресса, которые придерживаются таких взглядов. Их немного, и они, в общем-то, теряют. Сейчас в Нью-Йорке были выборы, где конгрессмен Джамал Боэн пролетел с треском и проиграл на этих праймерис оппоненту, который, в общем-то, произраильского курса придерживается. А он был таким резким антисионистом левым. Так что мы видим, что вот эта тенденция внутри демократической партии это не большинство. Вот что касается республиканцев, и это мы видим по опросам общественного мнения, то вот мне кажется, крыло, которое настроено негативно по отношению к помощи иностранным государствам и вообще вмешательству в иностранные конфликты, оно более многочисленное. Опять же, это не вся республиканская партия. В республиканской партии есть такая старая республиканская гвардия, закаленная еще во времена Холодной войны, которая считает, что нужно продвигать демократию, нужно защищать либеральные ценности, в смысле либерально-демократические по всему миру. Но есть вот такое вот молодое крыло более таких оголтелых правых, которые категорически выступают против помощи за границей. Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Харрис или Трамп? Кто может стать реальным союзником Украины? Моими собеседниками сегодня были историки Джошуа Рубинскин и Максим Матусевич и политолог и социолог Эрик Ширяев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на канале подкастов «Свобода» в YouTube на предложении «Тюны». Американские вопросы доступны на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.